7 марта 1996 года осложнилась ситуация в Грозном, сообщил Интерфаксу представитель временного управления МВД Российской Федерации в Чечне. По его словам, дудаевские боевики ведут огонь в 300 метрах от дома правительства. Практически в каждом районе чеченской столицы они завязали бои с подразделениями внутренних войск, используя автоматы, пулеметы и гранатометы. Все блокпосты в городе взяты в кольцо боевиками. На некоторых блокпостах закончились боеприпасы, утверждал представитель МВД. Чеченская милиция практически не в состоянии вести боевые действия. Шквальным огнем боевики заставляют ее подразделения каждый раз возвращаться в укрытие. Блокпостам внутренних войск необходима помощь армейских подразделений, подчеркнул представитель управления. По последним сообщениям, боевики начали штурм телецентра. В 8-му вертушке окажут помощь, в 8-му вертушке окажут помощь. Я радиус прием. Я уже 30 часов в окружении. А для меня какой-нибудь вариантик есть у вас, а? Вы с минуты на минуту ждите помощь. С 14 минуты на минуту. Я радиус прием. По нашим расчетам помощь должна подойти в ближайшее время. Я радиус прием. Спасибо, родной ты мой. У меня уже тенит двухсотых, трехсотых. Тут немерено. Я все жду. Мы все-таки в Москву позвонят. Вот тут у нас говорят незначительные конфликты по телевизору. И это значит боевые окружения и уничтожение контролей. Заря, Заря. У нас подбили БМП-шку, подбили БМП-шку. Под оружием с 13-го в 292-му метров за 500 от железнодорожного перевезда. Ребят, вольфор расстреливает. Помогите, чем можете. Вы поняли меня, Заря. Вы поняли? Понял, понял. Только помочь нечем. Слышал, слышал. Контроль-8 передает, что патроны окончили. Вертушки, пусть помогут вертушке. Избежите еще, что там с кулаками, что, вышли они или нет. Слышал, я сказал, что через 15 минуты молоки выйдут, выйдут на восьмой. Ребята, подгоняйте, подгоняйте. Там 40 молодых парней, вы поймите. Там уже, я не знаю, сколько двухсотов, сколько трехсотов. Они с вами посчитают, не могут. О, полностью разбит, полностью разбит. Что нам еще сейчас здесь ждать? 3198, ну где эта ленточка, где эта ленточка? Мы даже сейчас вниз опуститься не можем. В жилого сектора тоже везется огонь. Все. Мы уже здесь в кольце сидим, в кольце сидим. Где помощь? Срочно помощь нужна. Еще 10-15 минут темнеет. Братцы, мы и так тут всех пинаем. Всех пинаем. У меня здесь ленточка нет. Мы получили данные, что они прошли пятый контроль. Восьмисотый, восьмисотый. Вот идут вертушки. Ну направьте их к нам, направьте. Пусть они ниже спустятся. Направьте их к нам. Они мимо нас проходят, мимо нас. В двухстах, в трехстах метрах. Шестой. То, что ты говоришь мне, они прекрасно тебя слышат, понимаешь? Прекратно тебя слышат. Ставьте их по зову, я буду с ними разговаривать. Говорят даже как со мной. Они все слышат. И все, что думаешь о них, так и скажи. Вертушки, вертушки, вам это авиация тоже привет. Какая вы чертова авиация? Если вы своих мужиков, пасти их не можете. Вы что, боитесь ниже опуститься, что ли? Что вы, мать, вашу засунули, что ли? Контроль, шесть. Я стрелял в свою сторону. Стрелял из минометов. Стрелял из минометов. Разрывы видел, разрывы видел. Метеор, метеор, буре-32 на связь. Не надо ничего. Помощь нам дайте, помощь вывести 300-200 и нам выехать отсюда. Сейчас еще 10-15 минут, мы сейчас полностью всех накроем. Всех накроем. Корректировать это мне нужно заходить на поверхность. Я даже поднять головы не могу. Не могу поднять головы. Тут с четырех сторон долго, с четырех сторон. Так что ничего не надо, ничего не надо. Надо ленточку, ленточку срочно отсюда забирать всех. Не стой, ленточку подбили, не надо въезжать. А подкоррекирую огонь минометный. Какой вы мне прием? Ленточку подбили. Вы не бойтесь, сейчас под прикровом темноты захватите пару чеченских семей. Отъявите, что вы стали за ленточку. У них прикрытим находиться в доме. Вот такой вариант последний предлагает. Какой вы на прием? Понял, вас понял. Но этим, которые здесь в этом районе находятся, им плохо, все плохо. Чечены, не чечены, мы им главное. Мы им главное. Они на это не пойдут. Не пойдут на это. Как вы меня поняли, прием. Стой, ты успокойся, я понимаю твое состояние. Я сам в таком же состоянии целый день сегодня. Ты, пожалуйста, успокойся. Под прикрытием темноты можно дойти, здесь не так много. Волгом где-нибудь, перебежками, маленькими группами прикрывают друг друга. Пять человек ползет, пять стреляет. У нас два трехсотых, один двухсотый. И нас всего осталось. Нас осталось мало. Плюс у нас еще вооружение с собой, вооружение. Ты предлагаешь, у меня нечего тебя послать. Некого послать. Какой вы прием? Ну все, мы будем решать сами. Будем решать сами. Спасибо вам за помощь. Давайте по зданию, по ним. По ним работу, блядь. По ним работу, блядь. По ним работу, блядь. Не надо пускать автоматов. Все. Пулемет по зданию. По зданию работай, пулемет. По зданию работай, пулемет.